Миссию, мадам, бонжур, как дела? Доброе утро! Ну, конечно же, русские друзья, актеры молодежного театра в хорошем утре! Юлия Макарова, Ульяна Запольских и Александр Киселев! Спасибо вам большое, что сегодня встречаете этот день вместе с нами. Мы знаем, что все, стартовал театральный сезон и стартовал он с пьесы Лугакова. Бег! Это чистая правда. Саш, как? Серьезная работа была проделана и труппой молодежного театра, и, конечно же, нашим главным режиссером Данилом Александровичем. Но такое произведение, как «Бег» Лугакова, очень надо постараться, чтобы его испортить. У нас это не получилось! Почему? Потому что не было такой цели. Не было цели испортить это великое произведение. Поэтому я всем рекомендую, если можно в рамках сегодняшней программы пригласить к нам в театр, приходите. Я думаю, вам очень понравится эта достойная работа достойного коллектива в достойном театре. Тем более, что демо-версию мы вот посмотрели. Да, сейчас был такой кусочек. Мерси, мой д'Артаньян. Кого ты играешь в театре? Не в театре, в принципе, а в «Беге». Мне повезло. Мне, вы знаете, как в режиссер, вот есть котомка с ролями. Сел-веел, посевал, всем роли раздавал, и кому-то одну, кому-то две. А у меня так горсточку четыре достало. Никто не пришел просто, да, на раздачу ролей? Просто с этими ролями может справиться только Александр Киселёв. Идете и посмотрите. Это была сейчас проплаченная акция, не обращайтесь. Я просил Георгиевичу перед программой, чтобы она похвалила меня. Нет, на самом деле, у меня там... Отработаешь в новогодние елочки. Спасибо. Там есть, где разыграться. Начинается спектакль с того, что я играю монаха, потом тут же становлюсь Исаулом Голованом. После этого в первом акте я... У меня серьезные роли такие, драматические. Во втором акте я играю восточную женщину. А, ну, это логично. Это был ты? Пою, это был я, да. А вот это бежал тоже ты? Нет, это красивая походка, это был я. Я смотрел, наблюдал за женщинами на улицах, как бы, чтобы достоверно это изобразить. И занимался вокалом специально, чтобы спеть «Развука, ты, разлука, чужая сторона». Но есть еще четвертый персонал. Есть еще четвертый, наверное, самый актуальный для меня, потому что там я купался, я получал удовольствие. Это Антуан Грищенко, который как раз-таки, когда пришел визитер в парижскую квартиру Корсухина, и заговорил с ним на французском, а он русский, эмигрант, какой французский. И он выжимает из себя по капле эти французские слова, и начинает выпаливать все, что он знает по-французски. Пригодились, кстати, годы института. Фестиваль остаточных знаний сейчас. Да, просто этот багаж знаний был для того, чтобы я впоследствии использовал этот спектакль. Вообще спектакль крутой, и мы все равно играем второстепенные роли. Я хотел бы сказать, передать привет большой коллегам, Ване Чирову, Алексею Алексееву, Яну Новикову, всем ребятам Инги, Эдельмановне, всем, кто играет главные роли, Жене Парафилову, потому что на их плечи, конечно, ложится драматургия, да, Полиночке, которая рассказывает самую главную нить истории, которая случается с людьми, попавшими в такое непростое время, в такую непростую ситуацию. Приходите, посмотрите, вам понравится. Юля, Ульяна, вы о ваших ролях хотелось бы поговорить. Мы знаем, что сейчас... Потому что у нас спектакль сейчас получается, как и в театре. Мужчины должны вообще... Доминирует вся драматургия отечественная, зарубежная, она вся строится на мужчинах. Поэтому они у нас, вот мудрые женщины, находятся всегда чуть-чуть в тени. Тем не менее, мудрые женщины участвуют в «Мертвых душах». Сейчас готовится постановка. В общем, да, главный герой Чичиков опять же Киселев. Но мы знаем, что вы играете одну и ту же роль. Да. В разных составах. Не одновременно на сцене быть. Хотя кто знает. Как это есть? Чтобы кто-то успел покушать, покушать второй. Вот, вы сказали удобной ситуации. Надо покушать, ушел Ульяна. Ей нужно ребенка покормить и отправить в школу. Улья Макарова вышла, поиграла Манилову. Все хорошо. Есть какой-то график или все-таки это больше соревновательный момент? Нет. Ну как, тут сложно сказать соревновательный момент. Может быть, на этапе репетиции, где-то что-то. Ну, на самом деле, это очень удобно, когда у тебя есть второй состав. Ты тогда можешь какие-то вещи, которые ты не видишь у себя, ты можешь посмотреть, проанализировать, как работает дубль, вторая актриса. Где-то дополнить себя, где-то, может быть, убрать у себя что-то лишнее. Поэтому это очень полезно для артиста, видеть со стороны работу. Мы не всегда можем видеть со стороны спектакль, в котором играем без дубля, без второго состава. А когда вот есть второй состав, есть возможность потом прийти посмотреть. Как вам? Нет, говорите вы. Нет, ну что. Бытует такая поговорка или что-то такое, басенка, побасенка театральная, что ничто так не улучшает игру первого состава, как имение второго. Ну, на самом деле, нет, да, соревновательность какая-то, может быть, на каком-то этапе. Вот чем мне нравится молодежный театр краснодатский, что, ну, понимаете, как семья. Поэтому здесь соревновательность, наверное, где-то на подсознательном уровне, но ты не имеешь права просто сделать хуже. И ты у коллег учишься. Внутренне подстегивает. Внутренне подстегивает, да. А с другой стороны, удобно, что ты не можешь подвести театр. Ты имеешь право заболеть. И у тебя есть... Ну, очень приятно слышать именно вот такое мнение. И как вам, кстати, роль Чичикова, по-вашему, сыграно будет? Он справится, когда будет сыграно. Он же не такой этот образ, как характер Александра. Просто Чичиков, да, это, ну, мне, допустим, представляется хитрым, продуманным. Холодные расчеты. Да. А Саша, он... А на что он учился столько лет? Саша отрабатывает профессию. Ну, вот как актерам сложно воплотиться в роль, которая вообще... А мы не манилы вообще-то тоже, на секундочку. Ну, вот интересно, когда ты совершенно другой человек в жизни, сложно перевоплотиться в человека... Как это происходит? Александр. Ну, на самом деле, непросто. Любой труд сложен, потому что, казалось бы, если ты одаренный артист... Почему-то смешно. Нет, действительно. Мы уже не знаем такое ощущение. Простите. Волшебный, если бы все нормально, поверили в это, поверили. Просто сложно. Нет, ну, надо о своем персонаже собрать очень много информации вокруг о его жизни и по крупицам, по таким, так сказать, мозаики слепить образ. Включаться актер должен вот так вот, я не знаю как. Вот выходит, все знаешь, информацией владеешь, да, всеми, как если спецагент, да, вот у нее есть пистолет, есть пуговица, которая стреляет, есть камень. Вот обложился всей информацией про своего героя и можешь пользоваться. Берешь просто... И все. Это сейчас что? Это чичика? Вот сейчас переформатирование. Вы сейчас наблюдали за моментом переформатирования, перевоплощения актера в роль. На самом деле, это правда Сашкина. Я слышала, что для того, чтобы вжиться в роль своего актера, нужно полюбить в нем хоть что-нибудь, то есть как-то оправдать. Даже если это отрицательный персонаж, это правда? Полюбить, оправдать, да. У каждого из них просто это должен быть объемный образ, который состоит из недостатков, из достоинств. Юля, Ульяна, Саша, спасибо вам огромное. Мы желаем вам удачи. Обязательно приходите на все спектакли молодежного тяпца. Если что-то пропустили, заходите на наш сайт www.koban24.tv. Сейчас факты спорт, факты погоды, новости. Потом возвращаемся в студию. Хорошего утра. Да, и узнаем, как легально забрать наличные у кассира супермаркета и самый быстрый способ стать героем.